Тянет, тянет прям. Первый улов карпа. Вы посмотрите на этого монстра. Ребят, всем привет. Сегодня у нас рыбалка на карпа. Опротивляется, как хорошо. Тяжело. Ну, смотрите, какой хорошенький экземпляр. Мы сегодня здесь с ночевкой. Покажем все детали, покажем все секреты карпфишинга. Ой-ой-ой, Леха. Поздравляю. Секреты ловли. Это безопасная клипса, готовый поводочек. Рыбацкие уловки. Губа, вот, зацеп. Тихо, 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 не спеши, зеркальный карп. Это первая моя рыба такого размера. А также удивительная природа и прекрасное настроение. Экшн, начался экшн. Не переключайтесь, будет интересно. Мы находимся на карповой рыбалке. Я сегодня с Лехой. Привет. Леха сегодня главный рыболов. Я такой новичок. Леха уже обучен полностью карпфишину. Сегодня много вам расскажет и покажет. Надеюсь, рыбалочка будет зачетной. Мы приехали около 11 утра. Первым делом нужно разложиться и собрать снасти. Судя по количеству инвентаря, сразу понятно, Леха не новичок. Сегодня будем ловить на 4 удилища. На 2 буду ловить я в точке справа и на 2 Леша в точке левее. В карпфишинге сложно обойтись без сигнализаторов поклевки. Мы используем недорогие, но качественные сигнализаторы с пейджера, что позволит нам не пропустить ни одной поклевки. Для начала необходимо найти точки лова. Для этого Леха делает проводки специальным удилищем с маркерным грузом. Это дает понимание о рельефе и твердости дна. Ну и первая поклевка не заставила себя долго ждать. Клюнул по классике за нижнюю угу. Четко засечь. Все хорошо, но не та рыба, чуть-чуть за которой приятно. Не успели мы разложиться, а уже клюнул первый карасик. Первую рыбу мы не отпускаем. Отпустим позже. Не, можно, конечно, сделать. Над карповым матом показать рыбу такой карасик. Ребят, это несерьезно, продолжаем. Сегодня будем кормиться формам от компании Баунти. Бойлы, конопля ранее сваренная и тегровая рель. Бойлы, попадая в воду, они начинают пылить, тем самым привлекают рыбу. Ты для прикормки используешь такие ракеты, да? Да. Мы их закидываем куда, на какое расстояние? Мы выбрали точку лова на расстоянии 80 метров, заклипсовались подовое удилище, теперь будем забрасывать в нашу точку. Ракеты с кормом. Погодка сегодня ветреная, поэтому извините, если будет иногда звук не очень хороший. У Лёхи разных приспособ, больше чем мы еды взяли на эти сутки. Лёха, профессионально, да, ты подходишь к делу? Конечно, а как иначе? Как иначе поймать трофейного карпа? Так, это одна из основных насадок, на которой мы ловим, это смесь бойла с поп-апом. В принципе, в ассортименте только вот они. Разные приспособления. Давай зайдем с козырей, одевай битурбу. Сослищикам нужен экшен, правильно? Значит, кальмар с черным перчиком. Погнали. Так, что у нас по наживке, Лёха? Мы ловим на бойлы. Данный бойл называется Питурбо от компании Баунти. Классная штука, рыбка балдеет. Это безопасная клипса, готовый поводочек со стик-миксом. ПВА-сетки и все. Теперь все это дело вешаем на быстросъем. Для привлечения рыбы будем использовать стик-микс в ПВА-сетке. ПВА-сетка – это специально разработанный материал, который растворяется в воде примерно за 30-60 секунд. Тем самым позволяет доставить порцию корма вместе с насадкой в точку лова. Как в классической карповой снасти, так и во флет-фидере очень важно связать правильный поводок и выполнить балансировку насадки с крючком. Это четкая презентация насадки. Крючок должен стоять на жале. И Питурбо поднимается вверх. При ловле на флет доставка порции корма в точку лова осуществляется путем запрессовки его в специальную кормушку. Погода ветренная, некомфортная. Хочется верить, что ближе к вечеру ветер утихнет. Но для клёва это хорошо. Во время волнения вода обогащается кислородом, и рыба становится более активной. Наша цель – трофейный карп. Но пока нам попадается совсем не то. Так, ребятушки, очередной карась. Пока нам только караси попадаются. Но подходил парень, говорил, что здесь на прошлой неделе поймали белого амура в камышах. 17,5 килограмм. Ну что, мы сейчас придумали стратегию. Прикормим там возле камыша. Лёха, сколько ты туда спомбов закинул? 40. Ну, 40 спомбов, пожалуйста. Уже кормят там карпа. Говорят, что если нет клёва, нужно сесть поесть. И сразу что-то клюнет. Короче, Лёха сказал, ты не вздумай рыбу взять с собой из еды. Ну, понятно, рыбу с собой на рыбалку брать нельзя. Я говорю, ты помидоры не бери. Я думаю, что помидоры нельзя брать? Ну, что у меня на них алирки. Так, ребятушки, у нас поклёвка, поклёвка, вымотка. Теперь Лёхина сторона. Сразу чувствуется, да, вес? Ну, да, ну, карпик, но небольшой. Но карп уже упирает. Большой, но уже не карась. Уже приятно, ну. Хороший, хороший. Слушай, уже рыбка повеселее. Да? А ну. Сопротивляется, как хорошо. Давай, давай, давай. А ты хочешь? Пошли? Пошли. Ну, давай, показывай. Так. Ну, для начала пойдёт. Сколько килограмм, либо? Килограма, полтора-два. Смотрите, какой карпик, красивенький. Потянул, паровозик маленький сделал. Ничего. Нормально, для начала пойдёт. Такая мордочка. Красавчик, красавчик. Ребят, ну, ставьте лайк, чтобы удачная рыбалка была. Ну, и рыбалка спортивная, поэтому идём отпускать. Да. Он сейчас пойдёт и позовёт нам своих дедушек, бабушек, и которые побольше. Давай. Представьте, сколько приготовлений ради того, чтобы вытащить рыбу. Да, Лёха? Да. Сколько всего нужно сделать, чтобы просто вытащить рыбу и получить этот адреналин. Лёха, ну, ты угадал, надо было сесть покушать? Конечно, да. Я же говорил сразу, что если не клюёт, надо сесть покушать. Да. И сразу начнётся клюв. Сразу всё пойдёт. Если будут возникать вопросы по поводу рыбалки, обязательно пишите в комментариях. На всё ответим. Так, карасики, идите на волю. Лёха метко забрасывал очередную порцию корма в точку. Дружок тоже пришёл посмотреть на наш улов. Мы ждали трофей. И вдруг у Лёхи, как говорят карпятники, уехала палка. Не успел я докормить твою точку. У меня пошёл паровоз. Рыба небольшая, но, видно, сильно активная. Ага. Азарт, Лёха. И глаза горят. Ну так. Ух ты. Вот он уже. Есть. Так, что тут у нас? Карп. Карпик. Покажи-ка. Вот такой сазанчик. Небольшой. Сазан – это карп, который такой длинный. Да, то есть карпы, они более пузатые и более выгнутая спина, именно карпы. А сазаны, они более такие прогонистые. Длинное тело. Вот. Отпускаем тебя, отпускаем. Лёха, ну ты заметил тенденцию? Я сегодня по карасикам. Полностью. Моя сторона правая по карасикам. То я полностью по карпам. Очень круто Лёха придумал. Он отмерил длину 60 метров. Зацепил леску на клипсу. И тем самым не даёт… Зафиксировал дистанцию. Да, зафиксировал дистанцию. И тем самым не даёт снасти улететь за камыши, на деревья и так далее. Мы перешли в ночной режим рыбалки. Немного прохладненько. Но надеюсь, будет продуктивно. Ребят, Рёша… Ребят, походу Лёха в детстве пересмотрел пока все дома и очумелые ручки. Смотрите, что он мастерит. Ну, светильник. Подключили двумя проводками к аккумулятору. Красота. Тёма, ну что там? Что-то тянул, Лёха. Ребятушки, наконец-то у меня что-то клюнуло. Что-то большое. Ну, как большое? Ну, Лёха, для меня большое, нормально. Вот она, рыбка. Ух ты, тихо, 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 не спеши. Зеркальный карп. Прям хороший. Думаешь? Да. Стой, 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 стой. Главное не это самое, Тём. Я держу ровно. Просто старайся его поднять морду и зафиксировать морду. Вверху. Вверху. Давай. Есть. Поднимай. Вот это уже что-то похоже на рыбку. Ух ты, ребятушки. Тёма, ну я тебя поздравляю. Спасибо, Лёха. Это килограмм пять, наверное. Я обещал вам. Я обещал вам. Вот, пожалуйста. Поймали. Хороший экземплярчик, такой красивый. Боролся. Я уже испугался. Опыта у меня мало, меньше, чем у Лёхи, намного. Ну, смотрите, какой хорошенький экземпляр. Сейчас взвесим. Давай взвесим, давай. Пузастый, видишь, Тём? Ну, так аккуратненько, чтобы рыбку не повредить, кладём пакет. Включаем, цепляй. Я включил лысы. Вешай. Смотрим. Чуть-чуть мы переборщили. Ну, четыре килограмма. Да, четыре килограмма ровно. Поздравляю. Спасибо. Ребят, ставьте лайк. Не зря мы так долго его ждали. Мы сейчас аккуратненько его отправим в воду. Так, зови нам теперь свою прадедушку и прабабушку побольше. Давай, удачи. Прямо сейчас. Тёма, ну как эмоции? Красота. От первой крупной рыбы. Я просто, ну, я в шоке, ребятушки. Я, ну, реально, это первая моя рыба такого размера. Лёха уже держал побольше рыб. Сейчас я вставлю кадры, посмотрите. Это просто жесть. Как ощущения? Ощущения круто, но тяжело. Ну, а что ж ты хотел? Ну, конечно, сейчас весит. Сумка, ботинок. Ну, да. Сколько? 16. Ну, 14, да. Лёха, красавчик. Ну, я тоже неплохой парень. Время 12 ночи. Мы перезабросили удилища и попытались пойти подремать. По зову сигнализатора мы проснулись. Лёха, как ощущения? Сонный. Как по весу? Что чувствуешь? Ну, вот такое. Весе за большое. Ну, ничего. Мы не расстроимся. Тузик. Сейчас мы вам его покажем. Четвёртый карт за сегодня. Три у нас уже лежало в этом мате. Один сорвался. Слушай, дружочек, мы звали вообще бабушек и дедушек. Намовляя, если пришло, ребёночка привели. Может, тут был сирота. Поэтому он как бы и никого не позвал. Ну, да. То есть это вообще здорово-синий чувак. Слушай, может, этот нормальный тип? И у него есть нормальные бабушки, дедушки хорошие, крупные. Ну. Так, давай, приведи нам нормальных бабушек и дедушек. Мы ещё не спим, поэтому... Это битурба. На битурб мы поймали, да. Отлично ловится. Малыш. Грамм 800, наверное. Килограмма нету. Угу. Ну, ничего. Там сейчас лежит рыбка. Пока Лёха выкладывал эту рыбу и доставал из неё крючок. Уехала вторая полка. Да. И вот сейчас происходит... Что-то поинтересней. Ты даёшь ей подспуститься, да? Да-да-да-да. Чуть-чуть отпускают. Да, рыба уходит. Всё, ну иди, наверное, за подсакой. Наверное... За большой, Лёха? Наверное, за большой. Наверное, за большой. Экшн! Начался экшн! Не переключайтесь, будет интересно. Дает жару, дает жару. Натяжение мощное, поверьте на слов. Вот он, друзья, подходит. Вот это, ребята, уже похоже на приличного карпика. Не можешь вытасить? Ты возьмёшь его сам, Лёха? Кабан! Смотрите, какого кабана тащит. Класс! Лёха, поздравляю! Уже можно поздравить. Да, спасибо. Первый, и посмотрите на второго. Да, просто... Такое чувство, что второй съел два первых ещё. Лёха, ну ты её должен взять в руки и показать. Это будет просто жесть. Да? Дождитесь. Через пару секунд. Давай, первое, отпустим, Лёха. Она уже давно лежит, прям давно-давно. Лёха, сколько тут килограмм? Ну, этого будем взвешивать в пакете, да, точно? Глянь, всюду зацепы, зацеп, зацеп, зацеп. Губа, вот, зацеп. Видишь, сорвано. Да. Его ловили уже много раз. Покажи руку. Ребят, смотрите, размерчик, чтобы понимать. Ну, опять ты с ней поборолся. Да. А оказалось, её уже кто-то до нас ловил. И не доловил. Ну что, дружок, вот мы и поймали тебя. Трофей наш сегодняшний. Практически 10 килограмм свежего диетического мяса. Это спортивная рыбалка. О, да, простите. Лёха, только голова влезла. Сколько? 9... Тихо-тихо, набивай. Сейчас он долгий. 9,200. 9,300. Надо правильно взять. Ой-ой-ой, Лёха, 9,600. 9,600? Да. Ну, 9,540. 9,500. Ну, вот. Отлично. Поздравляю. Давай, колоксируем. Да. Есть сегодняшний трофей. Друзья, ну что, могу смело сказать, рыбалка удалась. Кстати, хочу попросить вас поддержать канал. Наша цель в 5000 подписчиков до конца года уже близко. Поэтому подписывайтесь на канал. Распространяйте это видео в социальных сетях. Слушай, ну у людей дома домашние собаки меньше выглядят. Ну что, дружочек, давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Да? Все. Пошел, пошел. Пока. Леха, ну прям как ты и сказал. Мы-то заснули на полчаса. Ну, я тебе... Я тебе так и говорил, дуплет. Да, да, да. Ну что, друзья, первая утренняя поклевка. И ты зергальный его взял. Есть. Теперь взял. Да. Идет, 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 идет прям под нас. Прям под нами. Ох, хороший, хороший такой. Это Пумур, по-моему. Видишь, что я тебе говорила? Да. Смотреть, что дает. Вот это Амур. Дает копоти. Так, идет, идет борьба, не на жизнь, а на смерть. Тянет, тянет прям. Красиво. Все делать с удочкой. Да, да, да. Вот, вот он, дружочек. Ух ты, хороший. Леха, с Амуром тебя сегодня. Да, спасибо. Очень старался выбраться. Амуры они такие. Ну ты не волнуйся, мы тебя отпустим. Красивый какой, красивый. Леха, ну расскажи эмоции. Тяжело было вытаскивать? Парень давал копоти хорошо. Да. Не забывайте фрикционный механизм. Регулировать. Обязательно, потому что Амур, это рыба такая, которая идет в берег достаточно спокойно, уже видя берег, начинает разворачиваться на 180 градусов и уходит просто с такой сумасшедшей силой и скоростью. Соответственно, если будет не отрегулирован фрикцион правильно, он прорвет вам снасть. 5,130. Вот такой хвост. Ага. Красавчик. Ты видел, сколько мы рыбы поймали? Ты знаешь, что мы ее отпустили после этого? Да, я знаю, что мы дурочки. Ну, спортивная рыбалка. Ты на ютубе смотрел уроки по карпфишингу или как? Да. Сначала смотрел на ютубе, пробовал ловить. Получалось не всегда. А потом обратился за помощью, за подсказкой к чемпиону мира по карпфишингу, к Алексею Горбаню. Леша меня свозил на водоем, научил всему, рассказал, показал. Теперь получается делать такие результаты. Поэтому Леше отдельное спасибо за то, что научил. Спасибо, Леша. Рыбалочка, по-моему, прошла зачетно. Было много интересных рыбок. Леха поймал трофея на 9,5 килограмм. А мы будем заканчивать выпуск и выпускать рыбку. Спасибо, что смотрели. Всем удачи и пока. Леха, удача нам повернулась передом. Редактор субтитров А.Семкин